Здравствуйте, уважаемые слушатели! Билет номер 35. Первый вопрос. Являются ли тротуары и обочины элементом дороги? Да, тротуары и обочины элементом дороги являются. Первый ответ правильный. Второй вопрос. Транспортные средства проедут перекресток в следующем порядке. Ситуация, изображенная на рисунке, происходит на перекрестке равнозначных дорог. Следовательно, первым проедет комбайн, у него нет помехи справа. Далее проедет автобус и завершит проезд через перекресток в трактор. Второй ответ правильный. Комбайн, автобус, трактор. Третий вопрос. В каком месте должен остановиться водитель самоходной машины в случае, когда движение через переезд запрещено? В данной ситуации водитель должен остановиться не ближе 10 метров от ближайшего рельса. Ответ 2. Правильный. Четвертый вопрос. При развороте должен ли водитель самоходной машины уступить дорогу автомобилю? Да, водитель самоходной машины должен уступить дорогу легковому автомобилю, так как легковой автомобиль находится у него с правой стороны. По принципу помеха справа, дорогу легковому автомобилю мы уступаем. Ответ 1. Правильный. Пятый вопрос. По какой траектории водитель правильно выполнит разворот? Поскольку над дорогой находятся знаки направления движения по полосам, то в данной ситуации выезд на трамвайные пути попутного направления запрещен. Следовательно, разворот мы можем выполнить только по траектории B. Ответ 2. Правильный. 6. Управление самоходной машиной с нарушением правил или норм эксплуатации, предъявляемых к техническому состоянию самоходных машин, влечет за собой административное наказание в виде административного предупреждения или административного штрафа и вплоть до лишения управления транспортным средством. Ответ 4. Правильный. 7. Кто должен уступить дорогу при взаимном перестроении? При взаимном перестроении уступает дорогу тот водитель, у которого есть помеха справа. Следовательно, на изображенном рисунке первым будет перестраиваться водитель комбайна и только затем перестраивается водитель трактора. Уступает дорогу водитель трактора. Ответ 2. Правильный. 8. Какие знаки устанавливают непосредственно перед дорожным переездом? Непосредственно перед дорожным переездом должен быть установлен знак под буквой В. Многопутная железная дорога. Третий ответ. Правильный. 9. Должны ли вы уступить дорогу встречному грузовому автомобилю? Нет. Мы не должны уступить дорогу встречному грузовому автомобилю, поскольку водитель грузового автомобиля меняет направление движения. Мы движемся на правах хозяина полосы. Ответ 2. Правильный. Десятый вопрос. Эта разметка обозначает. Данная разметка обозначает разрешенную максимальную скорость движения по указанной дороге. Ответ 3. Правильный. 11. Первым проедет перекресток. Первым перекресток в данной ситуации проедет водитель трактора, так как он движется под основной зеленый сигнал светофора. Ответ 2. Правильный. 12. Разрешена ли остановка под эстакадой? Под эстакадами запрещены остановки, стоянки, развороты. Ответ 2. Правильный. 13. Разрешено ли продолжение движения через железнодорожный переезд? Так как после железнодорожного переезда образовалась небольшая пробочка, то в этой ситуации проезд через ЖД-переезд запрещен. Ответ 3. Правильный. 14. Как вы должны поступить, если идущее впереди транспортное средство замедлило свой ход перед пешеходным переходом? Прежде чем начать движение, водитель должен убедиться в отсутствии пешеходов, находящихся на пешеходном переходе и завершающих маневр перехода проезжей части, и только после этого продолжить движение. Ответ 2. Правильный. 15. Разрешен ли обгон на перекрестках? Да. Обгон на перекрестках разрешен только в единственном случае. На перекрестках неравнозначных дорог при движении по главной дороге. Ответ 2. Правильный. 16. На каком рисунке изображено механическое транспортное средство? Механическое транспортное средство – это транспортное средство, приводимое в движение двигателем, внутреннего сгорания или электродвигателем. Следовательно, под буквами B, C и D изображены механические транспортные средства. Ответ 2. Правильный. 17. Какие знаки предоставляют вам преимущество при проезде нерегулируемых перекрестков? При проезде нерегулируемых перекрестков предоставляют преимущество водителю знаки А и В. Ответ 2. Правильный. 18. Какой маневр намеревается выполнить водитель самоходной машины с прицепом? Водитель самоходной машины с прицепом изначально совершает перестроение с одной полосы в рядом находящуюся полосу. И далее маневр опережения транспортного средства. Ответ 2. Правильный. Перестроение с дальнейшим опережением. 19. Какими должны быть действия водителя трактора при перестроении? Изначально водитель трактора должен уступить дорогу легковому автомобилю, движущемуся по соседней полосе, и только затем приступить к маневру объезда препятствия. Ответ 2. Правильный. 20. Что означает данный сигнал светофора? Данный сигнал светофора, установленный перед перекрестком, означает, что на данном перекрестке разрешено движение только по траектории В. Ответ 2. Правильный. Продолжение следует.